Это был процесс, названный звуколюминесценцией. Впервые я наблюдал звуколюминесценцию в затемненном помещении. Как завороженный, я смотрел на эту круглую колбу с жидкостью. И в ее центре наблюдалось синевато-фиолетовое свечение, видимое невооруженным глазом. Оно было похоже на звездочку. Сет Паттерман назвал ее звездой в кувшине, крошечную точку яркого света, заключенную в колбе с жидкостью. Эта звезда в кувшине появляется при прохождении звуковой волны через небольшой пузырек в колбе с жидкостью. И эта звуковая волна производит с пузырьком нечто удивительное. Сначала он расширяется, а затем лопается. И этот взрыв настолько мощный, что молекулы пара, заключенные в пузырьке, сталкиваются и так сильно нагревают среду, что позволит мне в расцветы несколько тысяч раз в секунду. Это выглядит словно звезда. Особенно примечательным делает это явление температура звезды в кувшине. Только на поверхности свет жжет с температурой в десятки тысяч градусов. Эссет Паттерман задался необыкновенно дерзким вопросом. Может ли центр разрывающегося пузырька быть еще горячее? Достаточно для ядерного синтеза. Одна из загадок звуколюминесценции это до какого значения поднимается температура внутри пузырька. Внутри Солнца она может достигать миллионов градусов, что достаточно для синтеза. И мне вдруг пришло в голову, что возможно внутри разрывающегося пузырька тоже достаточно горячо для ядерного синтеза. Если так, то это и впрямь нечто поразительное. Простым воздействием звуковых волн на пузырьки можно достичь температуры свыше 10 миллионов градусов. И ядерный синтез, ту же реакцию, что питает Солнце, можно будет почти без усилий проводить здесь, на Земле. Одно учреждение быстро поняло значение происходящего. Американское правительство. Оно немедленно начало финансировать исследования с целью выяснить, может ли звуколюминесценции стать коротким путем к ядерному синтезу, о котором так мечтают ученые. Несколько групп в Соединенных Штатах приступили к работе, стремясь к манящей цели. Одну из этих групп в Национальной лаборатории Оук Ридж возглавлял Руси Тельяркан. Середина января 2001 года, ранний вечер. Пытаемся уловить сигналы. Нажимаю кнопку высокоскоростного детектора, стучим по дереву, посмотрим, что выйдет. И тут впервые начались щелчки. Переживание неописуемое. Щелчки издавал детектор нейтронов, которые всегда выделяются при ядерном синтезе. Казалось, что Руси Тельяркану с первой попытки удалось то, чего еще никому не удавалось. Сделать звезду в кувшине достаточно горячей для слияния атомных ядер. Ключом к успеху оказалась блестящая идея. При звуко-люминесценции молекулы пара, заключенные внутри пузырька, сталкиваются друг с другом, разогреваются и порождают вспышку света. Но Руси Тельяркан понял, что слишком много молекул могут, напротив, смягчить коллапс пузырька. И для ядерного синтеза реакция окажется недостаточным бурным. Поэтому он начал экспериментировать с пузырьками помельче, которые содержали меньше молекул пара. И, по мысли Тельяркана, сталкивались с большей силой, когда пузырек взрывался. Рождая внутри звезды в кувшине более горячее ядро. Достаточно горячее для синтеза. И в январе 2001 года это получилось. Аппаратура зафиксировала нейтроны. Восторг – слишком слабое слово. Да и экстаз, пожалуй, тоже. Я не мог нормально спать в ту ночь. Тельяркан знал, что его открытие вызовет сенсацию. Но он также знал, что холодный синтез уже однажды произвел сенсацию, которая закончилась оглушительным фиаско. Поэтому он еще несколько месяцев проверял свои результаты. И новые опыты их подтвердили. Он вновь и вновь проверял наличие нейтронов. Но результат был неизменным. Ядерный синтез – важнейшее свершение. Некоторые считают, что оно заслуживает Нобелевской премии. Было бы лестно, если так. Но я сейчас об этом не думаю. Если присудит, то посему и быть. Итак, мечты о кратчайшем пути к ядерному синтезу и перспективы неисчерпаемой чистой энергии возродились.